Дошёл, собственно говоря, Саша Денисова, шеф-драматург Центра имени Мейрхольда, некогда в прошлом заместитель художественного руководителя театра имени Маяковского, правильно перечисляю, и корреспондент отдела культуры русского репортера в достаточно уже отдалённом прошлом. А можно вас попрошу просто чуть поближе подносить микрофон, а то не слышно ничего? Спасибо. Ага. Собственно говоря, первый вопрос в связи с таким многообразием возможных представлений. Когда мы в отделе культуры думали, как правильно представить Сашу, мы не могли определиться и выбрать. Собственно говоря, поэтому вопрос такой, Саша, кем вы сами себя считаете, как вы сейчас представляетесь? Ну, здравствуйте, во-первых. Мне кажется, что есть такая поговорка, ну, как бы, такой закон, точнее говоря, у Роберта Маки, это голливудский голливудский педагог, который создаёт звёзд и сценаристов и учит сценарному мастерству, и он говорит, что человек это та профессия, в которой он зарабатывает деньги. То есть если ты сценарист, если ты драматург, то ты должен отвечать за сказанное, да, то есть зарабатывать своим ремеслом. И поэтому в этот момент я драматург, потому что, но, так как, скажите, честно, живу на честно заработанные драматургические деньги, то есть гонорары от пьес, постановок, педагогики театральной. Вот. Уже в журналистике я не зарабатываю, поэтому, наверное, вот надо сфокусироваться на этом, потому что быть человеком возрождения, конечно, очень приятно, и петь, и рисовать, и музыцировать, и вышивать крестиком, но человек — это его дело. Вот, как-то, наверное, так. То есть все-таки трудно совмещать в себе несколько функций, приходится концентрироваться на чем-то одном для того, чтобы достичь каких-то результатов. Ну, вы знаете, вот Вуди Аллен, он же как бы тоже многоликое существо. Он, кроме того, что актер, стендап-комик, сценарист собственных фильмов, режиссер собственных фильмов, он еще и джазовый музыкант. Ну, вот я не знаю, зарабатывает он деньги как джазовый музыкант, наверное, все-таки как режиссер больше. — Давайте вернемся на несколько лет назад, вспомним вообще, когда вы были журналистом, и как вы смогли перейти из одной сферы деятельности в другую сферу деятельности, сменить журналистику на театр. Было это болезненно, не болезненно? Как это вообще произошло для тех, кто ничего не знает о вас? — Да, ну, стоит, наверное, сказать, что я пять лет в русском репортере вела авторскую колонку. По сути, это был такой опыт писательства, который меня сильно закалил и сформировал, потому что все-таки каждую неделю писать некий короткий рассказ, шокстории о своей жизни, о театральной жизни, о том, что происходит с тобой в течение недели. Это очень сильно точило и стиль, и взгляд, оптику на мир. И, собственно, переход от журналиста к драматургу — это все-таки не переход от каменотеса или лесоруба к писательской работе. Это, в общем, очень такие области смежные, скажем так. И поэтому все, кто занимаются журналистом, ну, как бы и драматургией — это ремесло, и ему можно научиться, как и сценарное мастерство. Поэтому здесь какого-то… Я писала о театре, я очень любила театр, я была прозаиком, писала прозу, и драматургию не знала, не знала совсем, не знала ее законов, но поскольку я, ну, я пришла в театр, это был театр ДОК, и, собственно, там я сделала свой первый спектакль, мне кажется, что переход, если здесь есть журналисты молодые, которые хотят стать писателями или драматургами или сценаристами, скажу вам, что переход не болезненный, вполне закономерный, стоит только захотеть. А в чем принципиальная разница между журналистом, между писателем и между драматургом? И какая из трех ипостасей ближе друг к другу, а какая дальше друг от друга? Ну, драматург — очень прикладная профессия. Если вы драматург, у которого есть пьесы где-то там в столе, в чемодане, в голове, но их нет на сцене, вы не драматург, ну, таково мое глубокое убеждение. Потому что, нет, существовали, конечно, драматурги, которые не были поставлены при жизни или были поставлены крайне мало, но, тем не менее, это очень прикладная вещь. То есть пьеса — это вещь для театра. Это не некое произведение искусства, которое самодостаточное, оно имеет смысл и цену только в виде сценического воплощения. Поэтому я никогда не пишу пьесы в стол. Я пишу пьесы только для конкретных актеров, для конкретных театров. И, собственно, все восемь спектаклей, которые идут в Москве по моим пьесам, они были так или иначе либо инициированы мной, либо написаны на заказ для театров. То есть всегда была четкая установка. Прозу, дневники, рассказы, невероятную какую-нибудь лирику можно писать дома в стол. Но пьесы — вещь абсолютно утилитарная. Какая разница смысловая между пьесами и колонками, например, в журнале? Ну, дело в том, что, как Шекспир писал, простите за это самое ненавязчивое сравнение, как Шекспир писал для своих актеров, так и ты имеешь живую непосредственную связь с театральной труппой, с театром, в котором ты работаешь. Я работала в театре имени Маяковского. Я учитывала законы, по которым он живет. Это театр, который существует с 22-го года. Мейерхольд был первым его худруком. И там есть труппа, состоящая из 80 актеров, конечно. Нужно было представлять, что я пишу для именно этих людей, представлять не только роли, характеры, но и, собственно, характер драматургии. Что подойдет этому театру? Как действует драматург? Есть разница между написанием пьесы для театра ДОК или для малого театра, или для большого театра. То есть, в общем, есть некая смысловая, ну, разные задачи. А колонки и писательство – это уже более свободная, наверное, вещь. Ты можешь подмечать жизнь так, как только ты можешь это делать, и в любом жанре, в любом объеме. Пьеса не может быть громадной, поэтому приходится себя как-то наступать на горло собственной песни. А как же, вот есть драматурги, которые пишут дома, за письменным столом, потом пьесы идут, и они никаким-то образом не вмешиваются в то, что идет. Насколько я знаю, вы работаете с актерами непосредственно, и пьеса создается в процессе живого диалога. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее, и почему вы избрали такой способ взаимодействия? Это же ведь тяжело, же контактировать с живыми людьми. Ну, вы знаете, первый спектакль, который я сделала в театре ДОК, это был спектакль «Зажги мой огонь», это этюды из жизни Джима Моррисона, Дженнис Джоплин и Джимми Хендрикса. И изначально не было пьесы, ее не было даже в конце, прямо скажем, уже после премьеры. Вот уже четыре года прошло, этот спектакль получил золотую маску и объездил некоторое количество стран. Но первым импульсом моим было сделать некий непосредственный театр, который диалоги между актерами, которыми как будто бы создаются в этот момент, и как будто бы их игра настолько живая, что лишена всякой искусственности. И вот эта задача создать непонятный, живой, возникающий на твоих глазах театр, и был первым импульсом. Для этого не нужно было писать пьесу, нужно было собрать актеров. Я была вдохновлена опытом польского режиссера Кристиана Люпы, который делает свои спектакли путем импровизации и путем создания пьес, наверное, из человеческого материала актеров. То есть он всегда учитывает их личность. И это не театр «Марионета», где раздали тексты, будьте добры, заучите слова и как бы в некой консервативной манере, в которой вы привыкли существовать в своем театре, сыграйте мне. А здесь все-таки был момент, я собрала актеров, личные монологи, которых вошли в этот спектакль. То есть сначала мы разговаривали, а потом стали появляться сцены, что-то я писала, что-то мы импровизировали. И энергия живая из этих людей, которые отдали, в общем, часть жизни, полгода для создания этого спектакля, она вошла в ткань, собственно, спектакля. Когда ты до сих пор, вот ему там 4 года, он существует как некое стихийное, хаотичное, вроде бы рождающееся на твоих глазах действие. Но на самом деле он отрепетирован, отрежиссирован и поставлен. То есть я никогда, наверное, у меня слишком нетерпеливый характер, чтобы писать дома, складывать эти рукописи в стол и ожидать, когда придет режиссер, который поставит. Поэтому чаще всего процесс происходит так. Я беру актеров, нахожу режиссера для определенной идеи. Если режиссер загорается ею, отлично, мы сообщники на ближайшее время, как рок-н-ролльная команда, и мы придумываем это как музыку. Но есть и другие драматурги, которые пишут, которые очень отдают себя слову и приходят потом только на премьеры, чтобы увидеть результат. Но я, например, всегда слишком любила театр. Мне пришлось овладеть немного какими-то режиссерскими навыками, чтобы быть ассистентом режиссера в своих проектах. То есть какую-то часть функции брать на себя, что-то быть на подхвате, быть немножко психологом, быть немножко постановщиком, быть немножко режиссером по разбору характера. Ну, то есть мне интересно просто этим заниматься. Поэтому и этот опыт, наверное, переняли драматурги в других театрах, где в конце концов современные театры и новая драма шли по пути возвращения драматурга в театр. Потому что в советские времена-то вы помните, что многие драматурги работали при театрах и писали пьесы для трупов. И это было очень правильно. И сейчас за последние 10 лет, собственно, театры ДОК, Центр Мирхольда, современные институции театра вырастили целый какой-то кадровый резерв драматургов, которые работают в театре, осовременивают пьесы, адаптируют классические тексты для нужд театра. Поэтому это правильно, наверное. Саша, как вы делите с режиссером зону ответственности? Как вам удается избежать конфликтов? Или не всегда это получается делать? Ну, это такое... Театр вообще очень страстная территория. То есть там как бы все очень страстно происходит. По сути, это... Вот представьте себе, что люди живут в замке. Театр часто выступает таким суррогатом реальности. То есть людям ничего не нужно. Не нужно ходить в гастроном, не нужно заниматься своей жизнью, думать о будущем. Они все время репетируют. Они репетируют что-то очень прекрасное, они что-то создают. И все отношения, которые между ними складываются, они, по сути, заменяют им дружбу, романы, не знаю, там, отношения с начальством, какие-то взбучки и так далее. Поэтому, поскольку все-таки у актеров очень подвижная психическая природа, то, естественно, все это приобретает характер каких-то встречек, конфликтов, объятий. Ну, то есть все немножко в театре, все немножко преувеличено, и все одновременно правда. Поэтому, конечно, бывают какие-то истории, но чаще всего с режиссером это какой-то такой... Происходит симбиоз, какой-то замес, и мы пытаемся вместе просто решать задачу, двигаться к какой-то очень далекой цели, придумывая пьесу, придумывая режиссуру, создавая некий вот образ. А если чуть-чуть отмотать назад, вернемся, предлагаю вернуться к спектаклю «Зажги мой огонь», и не только. Потому что для тех, кто спектакль не видел, не знаю, насколько корректно спектакль «Зажги мой огонь» говорить в этом контексте, но так или иначе, театр ДОК работает с вербатимом. Вы не только в театре ДОК работали с вербатимом. Можете на пальцах рассказать, объяснить, что такое вербатим, как это работает, почему материал, собранный вербатимом, может становиться предметом театра, и почему это интересно? Вербатим — такая технология, которая позволяет создать из реальных людей сцены в театре. Вербатим на самом деле с латыни переводится как дословное. Это монологи людей, которых вы встретили на улице, записали их на диктофон, но потом обязательно отредактировали и обязательно осознали, о чем этот монолог, как монолог Гамлета или, не знаю, монолог Бланш из «Трамвая желания». То есть принцип такой же. Вы спросили человека, о чем его жизнь, о чем он сам, про что. Он мог рассказать о том, как вышел в гастроном или о том, как переехал в другую страну и вместе с этим рассказал вам всю свою жизнь. Нечаянно, да, как бы рефлексируя сам о себе, оформляя свою судьбу в некий монолог. И этот монолог, то, как вы его сделаете, у одного и того же человека два разных драматурга могут взять совершенно разные монологи. Это будут совершенно разные пьесы, ну, как бы материалы для пьесы. Потому что то, как мы смотрим на человека, является нашим авторским взглядом. И вот Вербатим – технология, которая используется в современном театре. Она используется для строительства сцен, скажем так. Она не может быть самодостаточной. То есть из одних Вербатимов состоящие спектакли уже ушли немножко в прошлое. Но если мы захотим создать действительно некое подлинное, правдивое произведение сегодняшней жизни, то нам нужно поинтересоваться. У многих людей мы не можем писать какими-то штампами и общими вещами, что такое сегодня брокер, что такое сегодня менеджер, что такое сегодня врач, что такое ребенок. Мы должны узнать, кто эти люди. И нашего знания, каким бы мы ни были прекрасным писателем, недостаточно о современной жизни. Каждый раз придумывая пьесу, например, сейчас мы писали пьесы в центре Мирхольда о Дне Победы. И у нас была история про взятие Берлина. Короткая пьеса, небольшая, на полчаса. Они будут идти 9 мая. Мы с режиссером, магистрантом центра Мирхольда перевернули огромное количество документальных текстов, потому что, чтобы написать пьесу об этом, нужно про это что-то знать, как и в любом другом случае. И вербатим — это не только монолог живого человека. То есть документальным монологом могут быть документы, мемуары, протоколы и все что угодно. Так вот, про взятие Берлина пришлось прочесть не только военную литературу, но мемуары немцев, которые встретили русские войска там, мемуары самых разнообразных людей из советских войск, потому что, как вы понимаете, воспоминания рядового и капитана очень сильно отличаются и по лексике, и по смыслу, и по... Ну, то есть есть воспоминания художника из Ленинградского института художественного. Соответственно, он видел войну совсем по-другому, чем рядовой приходька из Брянской области. То есть это огромная-огромная исследовательская работа перед тем, как написать любую пьесу. А если мы хотим делать не историческую пьесу, а современную, конечно, нам нужно выйти на улицу к людям в кафе, в офисы и посмотреть, о ком мы будем писать. Мы не можем придумать людей. Любая выдумка будет хуже реальности. Другое дело, что есть законы, по которым эти самые вербачимые можно сделать художественной реальностью. И над этим тоже нужно поработать. Вообще, как бы, писатель — это тот, который работает над словом. Саша, в чем разница? Журналист тоже берет интервью, да? В чем разница между журналистским интервью и интервью театральным? Где заканчивается одно и начинается другое? Есть ряд даже, скажем так, научных отличий между журналистским интервью и драматургическим интервью. Вот я училась драматургии в британском театре Royal Court. Это флагман современной драматургии. Там идут только современные пьесы. И, собственно, они здесь и у нас, и во всем мире занимаются тем, что выращивают себе драматургов, специалистов, обучая их по своим таким аллосаксонским технологиям. Так вот, поскольку это театр, построенный на бесконечных интервью, то есть в любой пьесе приходят драматурги, режиссеры, и какой-то перед ними просто бывает ворох, ворох бумаг. Ну, как бы, как и у меня, и у многих других моих коллег. Из этих речевых фрагментов потом складываются пьесы. Но когда, собственно, я преподаю документальный театр и учу людей, как брать интервью, главным пунктом, главным отличием от журналистского интервью является история. Можно задать драматургу, можно задать всего один вопрос и больше никаких. Можно спросить. Самый плодотворный вопрос, чтобы человек рассказал всю свою жизнь. Вот давайте я вас прошу. Как нужно поставить вопрос, чтобы человек начал рассказывать всю свою жизнь, начиная от истории, подсказка своих родителей? У кого есть версии? Просто очень личный и в то же время очень корректный вопрос. Чтобы человек стал рассказывать о том, как он вырос, как прошло его детство, кто были его родителями, почему он живет в этой квартире, что бы вы задали? Простой, конкретный вопрос. От родителей. Ну, у кого есть идеи? Ну, может быть, я тогда попробую. У меня есть идея. Может быть, спросить, вы помните свою первую любовь? Нет, от родителей. Смотрите, я вам подсказку даю. Какая была любимая игрушка в детстве? Нет. Чтобы человек рассказал вам историю своего рода, по крайней мере, ту, которую он помнит, историю своего детства, стоит его спросить всего лишь один вопрос, который никто не задает ему в жизни, наверное, почти никто. Как познакомились ваши родители? Это внимание к частной жизни другого человека, оно очень сильно раскрывает. То есть собеседник перед вами просто спускается, как цветок лотоса. Он готов поведать все семейные тайны. Мама была студенткой, а папа работал там. Значит, они ушли. Было воскресенье. Он купил ей мороженое. На ней было платье в цветы. Вы услышите невероятные сокровища, потому что это открывает душу собеседника. Он готов провести вас по своему миру. Он готов рассказать, показать вам свои детские рисунки. на самом деле, потому что, ну, никто его об этом не спрашивает. Разве что на каких-то семейных, на каких-то праздниках подвыпившие человек начинает рассказывать, а вот у меня тут было. Но кому это интересно? А здесь приходит доброволец, который говорит, послушай, расскажи мне всю свою жизнь, мне интересны твои родители. Хотя бы они там были рабочие колхозницы, неважно. и таким ключиком открывал. Особенно это, конечно, работает, когда перед вами человек пожилой, в возрасте. То есть в этом искусстве брать интервью есть свои крючки. И если вы видите перед собой намек на большую историю, стоит ее раскапывать. Чего в журналистике ты не будешь делать, потому что у тебя есть ограниченное количество времени. И твое интервью в худшем случае напоминает анкету, заранее заготовленную. В лучшем случае оно вытекает из первого стихийного вопроса. И потом, если вы хороший собеседник, вы переключаетесь от того, какие ответы вам поступают. А в случае с драматургическим интервью вам нужна человеческая судьба. И когда вы начинаете... Человек может говорить об одной и той же теме. У меня был какой-то потрясающий случай на Алтае. Там была баба Дуся. Нас перевезли... Мы собирали вербатимы по Алтайскому краю. Собирали для спектакля, который должен был быть в стиле такого шукшинского материала по алтайских чудиках, которые живут в деревне, таких странных людях. И там была баба Дуся. Баба Дуся. Нас перевезли и, грубо говоря, выбросили у хаты, что называется. Чего спрашивать? О чем вообще речь? Встретила бабка, которой 83 года. Я увидела у нее в синях ведро. И вот это был единственный вопрос, который я задала, по-моему, на протяжении четырехчасового монолога бабы Дуси. Я говорю, какое ведро у вас хорошее, новое? Она говорит, да, вот это внучка привезла из города. Вот это... Дальше пошла вся ее жизнь от внучки до ее собственного детства, войны, как они собирали колоски, как ее не загрызли волки, чуть не загрызли волки в поле, как она вышла замуж за женатого человека, вернее, за вдовца с двумя детьми и всю жизнь маялась. И вдруг промелькнул некий бригадир Гошка или Жорка. Вот. И бригадир Жорка как-то страшно интриговал. Я спрашивала, баба Дуся, а как бы Жорка какое отношение к судьбе-то нашей имеет Жорка-то? Она говорила, а ты сильно шибко любопытная. Не надо тебе про Жорку знать. Я почувствовала, что большая рыба за Жоркой стоит. И так я ее гоняла, уже она меня повезла реку показывает. В чем его судьба? И про Жорку ни слова, ни слова. Говорит, а вот всех схоронила, 78 покойников в окрестных деревнях, всех обмыла, и даже Жорку самого схоронила. Я говорю, ну а что же он умер, а все-таки была любовь. А не надо тебе это. Ну, словом, не буду вас томить, выяснилось в самом финале, в последних минутах беседы, что действительно Жорку любила всю жизнь и до сих пор во снах приходит, но он вернулся с фронта с дурной болезнью, и она ему не простила. И они жили в соседних домах, потом он женился, и всю жизнь до 80 лет, и оказалось, что эта женщина как бы вот про любовь и смерть, и она все время ждет, что она с ним встретится, да? Красивая история, такая достойная Маркиса, но, понимаете, 4 или 5 часов жизни мы уже ездили смотреть водовороты реки, то есть уже как бы можно было блюнуть и оставить эту старушку в покое, но если у вас есть тяга к охоте и как бы жажда к вербатиму и вообще что-то получить интересный материал, который вы сами не придумайте в своей голове, сколько бы не хотели, то тут надо охотиться до конца. Саш, а хорошо, вот одно дело есть живая баба Нюси, а другое дело баба Нюси становится героиней вашего спектакля, и баба Нюси, к примеру, к вам на спектакль не придет, а если, например, вы сделаете кого-то из героев, из тех, кто может к вам прийти на спектакль, как вы вопрос этики решаете, потому что наверняка начинается ровно какой у журналистов, а вот это, пожалуйста, не публикуйте, это вам не надо, это вам не надо, а тут человек приходит в театр и видит, вот она моя вся жизнь и начинается или не начинается? Ну да, это часто история с документальными спектаклями, когда мы делали спектакль в городе Кирове о тамошней жизни, о кировчанах, я делала новеллу, которая называлась «Женщина-капитана Грина», она была посвящена четырем музейным работницам музея того самого Грина, который с алыми парусами. Так выяснилось, что все они в той или иной степени одиноки, все ждут алых парусов, но в общем городок, город небольшой, скажем так, и когда директриса и главный экскурсовод пришли на спектакль и увидели, что там они со сцены, ну не они, актрисы со сцены говорят, что «А вы посмотрите, сколько денег диорамии дают, нашему-то музею столько не дают, а у нас все хилое и температурный датчик полетел, значит, и вообще этот дом не тот, в котором жил Грин, в этом доме Грин никак, в общем, они говорили со сцены жуткую, как им казалось, крамолу, что прям сразу же вызовут департамент культуры и всех уволят, потому что, кроме того, что, конечно, видеть себя на сцене страшно, я думаю, как бы люди не представляют, одно дело еще документальное кино, ну как бы меня плохо сняли, там есть момент, а когда совершенно другая актриса читает твой текст, ну это вроде не ты, здесь наступает какой-то, конечно, момент истины, но приходилось к психиатру, вот психологу, все время работаешь немножко психологом, уговаривать, и, ну, с другой стороны, у многих спектаклей есть прототипы, у нас в центре Мирхольда есть «Алиса и государство», спектакль такой образовательный, спектакль об экономике, хотя он на самом деле с сегодняшней российской реальности, он сделан на лекции, по мотивам лекции Александра Узана, это декан экономического факультета, и один из создателей гражданского, концепции гражданского общества в России, и вот «Алиса в стране чудес» перенесена в российскую реальность, она студентка, студентка экономического факультета, я ничего в экономике не понимаю, как вы понимаете, вообще, то есть я филолог, и вот когда надо было подсчитать что-то, бюджеты, пенсии, отчисления, в общем, тяжело, мне казалось, что проще написать «Гамлет» и «Король Лир» и все вместе, чем вот эти монологи с какими-то жуткими цифрами, и я нашла прототипа девочек, 20-летнюю, которая, ну, во-первых, с невероятной интеллектуальной ученицей Узана, которая рассказала бойко, что нужно делать по каждому пункту в нашей стране, значит, пенсии, бюрократия, коррупция, все, причем с выкладками, потому что их этому учат, и это все играет на сцене актриса Сухарецкая, у которой, слава богу, первое образование, кроме актерского, экономическое, потому что, иначе бы, понимаете, никакая актриса не поняла, что она позадавала бесконечно нашим новым станиславским вопросом, что я здесь делаю на сцене с процентами и доходами и НДФЛ и еще чем-то, но, слава богу, актриса знала, что говорит, вот, и, собственно, я немножко ушла от темы, но штука в том, что спектакли, несмотря на то, есть у них прототипы или нет, они меняются со временем, и если ту же Алису мы делали два года назад, и реальность российская была несколько иной, то сейчас мне пришлось переписывать все тексты, всех сцен, а там есть персонажи Кэрролла, гусеница, Черная королева, суд и так далее, то есть тут какая-то есть тонкая вещь, что даже если ты делаешь слепок с реальности документальной и переносишь его на сцену, через некоторое время он устаревает, и это не касается, ну, есть пьесы с универсальным неким содержанием, там, мать, сын, отец, сын, любовь и так далее, но то, что касается осмысления современной реальности, их надо переписывать, то есть их надо приближать к реальности, то есть, и вообще, как и спектакли, это все-таки не кино, они не сняты на пленку, их нужно все время как-то подвинчивать, подкручивать, что-то с ними как-то, потому что это очень странное искусство исчезающее, на твоих глазах создающееся, но оно держится на живых людях, поэтому оно эфемерно. А по мере того, как вы подкручиваете, подвинчиваете, прототип все отдаляется от образа на сцене или наоборот могут происходить изближения? Ну, вот с этой девочкой, которая прототип Алисы из «Страны чудес» в спектакле «Алиса государства» произошла в некотором смысле символическая история, потому что через два года мы срочно попросили, мы едем в Берлин с центром Мейерхольда с этим спектаклем, и мы попросили ее переписать монологи, сказать, что она думает сегодня, вот сегодня, что в связи со всеми законами, которые приняты в последнее время, что бы ее героиня сделала? Она говорит, ну, я, конечно, попытаюсь ответить с учетом текущего времени, но я уже живу в Берлине. Это и есть, наверное, метафора, что человек, который собирался, у которого было абсолютно позитивистское мышление, человек прогрессор, который собирался влиять на власть с помощью общественных институций, формировать общественные объединения, которые смогут отстаивать свои экономические интересы, теперь живет в Берлине. Это довольно грустно. Саша, ну, кроме ваших авторов, ваших пьес, если вернуться чуть-чуть назад и вспомнить вашу колонку, у вас были герои ваших колонок. Некая прекрасная Гусева, которая олицетворяла абсолютно местами нездоровый романтизм. Кто работает в русском репортере, знает, что речь шла о живом человеке. Как вы прочерчивали грань, где заканчивалась реальная героиня, фронотип Гусевой, и начиналась Гусева? Тут история с персонажами в колонках, наверное, или в романах, но в пьесах она довольно тяжелая, потому что пока ты пишешь о своих друзьях в публичном доступе, ты пишешь о них в фейсбуке, в колонках, в пьесах, они постоянно ругаются. Они постоянно говорят, я какой-то глупый у тебя, я какая-то у тебя взбалмошная. Потом наступает момент славы, и прототипы говорят, ну да, это я. Когда говорят, ой, вы та самая гусева, вы та самая зайцевинь, они говорят, да, это я, с достоинством, говорит, ты живой человек. Но, конечно же, есть такой момент, что в художественной реальности персонажи, ну как, даже по законам сценарного мастерства, это не живые люди. То есть мы их создаем, и они стабильные, они обладают неким набором качеств от начала и до конца пьесы или романа, но этот набор качеств не меняется в отличие от нас. А мы меняемся, у нас меняется состав крови, убеждения, мы можем поступить так или иначе. То есть персонажи, это не живые люди, в каком-то смысле они, конечно, объединены в отличие от прототипов. Но что можно сказать, что, конечно, Гусева и Зайцева по странной логике, она была музыкально-обозреватель русского репортера, а теперь она работает в театре. Как вот судьба распорядилась, что, будучи все персонажем, теперь она сама стала штатным работником электротеатра Станиславский. Мне кажется, какая-то абсолютно магическая история произошла. Если говорить, возвращаться от магии к чему-то более реальному, вообще, на ваш взгляд, театр может менять жизнь? Вообще, чем он отличается сегодня от кино, от масс-медиа? Зачем человеку ходить в театр? Вы зачем туда ходите? Ну, я-то, понятно. Мне кажется, то, что театр меняет жизнь, это не только у Булгакова, где он подробно описывает, как его герой сидел в комнатке и вдруг стало все происходить, так это обычно происходит почти со всеми людьми, которые попали в театр. Однажды я в театре Маяковского проводила опрос, как вы попали в театр. Это были приблизительно ответы, такие же, как познакомились ваши родители, театр и публика. Потому что все эти люди, которые там работают, 600 человек, пришли в театр совершенно случайно. Они шли, на углу было объявление, он пошел с подругой мимо, даже вот Игорь Матвеевич Костолевский рассказал, я шел мимо с подругой, мы зашли, то есть что-то, какие-то магнетические токи, что-то стало происходить. Но если говорить сегодня о том, как взаимодействует театр и публика, это, наверное, самый важный момент, потому что кино, оно взаимодействует как-то по-своему. Кино показали, и публика пошла себе думать, в Фейсбук и там и думает. А театр это живое непосредственное переживание, то есть если вы приходите сюда, вы с вами общаются, и вы переживаете некий непосредственный опыт, если вы отдаете себе отчет, что четвертая стена, она нереальная, потому что некоторые думают, что актеры с этой стороны не замечают их вот там, где сидят люди, и поэтому думают, что это какие-то некие марионетки. Нет, это непосредственный опыт, потому что если ты задумываешься, что это происходит здесь и сейчас, и больше никогда не будет, и этот спектакль никогда не повторится в таком виде, и что с тобой разговаривают, и особенно важно, если с тобой разговаривают о вещах, которые важны сегодня. Например, у нас в центре Мирхольда мы используем такую вещь, как разговор со зрителем после спектакля. После чайки, например, или короля Лира это абсолютно неважно. Вот спросить, что вы думаете о короле Лире? Да, ну что я думаю, ну что-то думаю, и все. А вот современная пьеса, или современный спектакль, или современный танец, он требует обязательного осмысления. То есть дело не в том, что по-ханжески спросить, а вот вы вот там, вот вы что-то поняли, вот пока мы тут показывали вам искусство, нет. У нас как раз такие убеждения очень, как это сказать, не гуманистически, может быть, даже какие-то, в общем, не сформулирую. Типа, как бы, мы все-таки для людей, все-таки работаем для кого-то, кто способен сказать, мне не обязательно понравилось или не понравилось, или способен сказать, я узнаю этого гастарбайтера на сцене, я узнаю эту женщину за прилавком, я узнаю этого интеллектуала из бесконечных споров в Фейсбуке, я всех этих людей узнаю, я не согласен с вашей трактовкой, мне не понравилось, мне понравилось, и вот важно услышать этот фидбэк, этот отзыв, ну, потому что я уже сказала в начале, пьеса очень прикладная вещь, шекспировский театр был лишен четвертой стены, люди ели две тысячи человек в театре ели орехи и яблоки бросали в актеров, если мне нравилось, шумно приветствовали или шумно негодовали, и мне кажется, что как раз это, ну, и есть задача, разговор со зрителем, не зрелище, да, возможность пережить этот опыт вместе, актерам на сцене, зрителям в зале. Мне кажется, в этот момент стоит пережить этот опыт и отдать микрофон в зал, возможно, у кого-то есть вопросы. Да, друзья, я напоминаю, что формат нашего мероприятия это открытое интервью, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, поднимайте руку, я с радостью передам вам микрофон, и обе наши гости, и Саша, и Лена с радостью ответят на все интересующие вас вопросы. Мы напугали. Нет пока вопросов, да. А может быть, у вас, девушки, есть вопросы к аудитории? Ну, наверное, у меня есть вопрос, в какие театры вы ходите, какие спектакли вас потрясли в последнее время или заставили задуматься? Да, Богомолов. Какой именно? Братья Карамазовы? Ну, вот он сейчас номинируется на «Золотую маску», вы знаете, да? Нет, не знал, что номинируется. А чем поразил современным антуражем или разговором сегодняшней России все-таки через классику? Ну, это такая трудный разговор с залом про трудное в течение пяти часов. Такая трудная работа над собой и над тем, что ты понимаешь в жизни. Прямо это, ну, такой подвиг какой-то, потому что и зал встает после спектакля и 10 минут стоя аплодирует. Портер, по крайней мере. Вот. Да. Вы сами проводили над собой работу в этот момент, то есть вам было трудно его смотреть спектакль? Да, это было очень трудно смотреть, страшно, жутко, но при этом катарсиса никакого в конце не было, но было в конце вот ощущение в правильном направлении проделанной работы. Ну, не эстетической категории, да, но вот как-то так. Ну, вот мне кажется, что это важный момент. Трудная работа, потому что, ну, не должно быть легко. Театр нельзя смотреть вот разваливший. Ну, мне так кажется. Мне такой театр не очень интересен, совсем развлекательный. А все-таки театр должен, ну, я зачем-то туда иду, правильно, да, то есть мне должно быть, как бы, даже если мне неудобно, я недавно смотрела спектакль, который длился 5 часов 40 минут, но там была одна актриса на сцене. Это был спектакль «Клима. Возмездие» и Ксения Орлова была на сцене. Она пела в каком-то ритуальном движении поэмы Блока. Я филолог, я помню поэму в школе, поэма «12», «Господи», «Венчики из роз». Это был мучение все это. В общем, никогда я как-то к Блоку не относилась прямо, ну, то есть, как-то у меня были акмеисты, неважно, неважно. Но 5 часов 40 минут я позвонила Зайцевой, которая герой моих колонок, подруга, она живет в своем подъезде, говорю, готовь курицу и вино, потому что 5 часов 40 минут я не выдержу. Мне надо срочно после искусства что-то решать. Ну, она, естественно, это я жду. Помню последние слова поэмы «12», после них спектакль «Не заканчивается еще 20 минут». Я думаю, ну, все, я убью сейчас всех. Режиссера и актрису, в зале осталось 6 человек. Некоторые плачут, некоторые спят, то есть уже все. Но это невероятный подвиг. То есть, если вот, ну, сходите, посмотрите, потому что она в каких... Она похожа на всех героинь, Марлен Дитрих, не знаю, на всех героинь-кинематографа. И через это ее распевание этих каким-то невероятным образом, партитуру света, движения, какое-то странное действие. И возникает блоковская Россия, которая вот в школе передо мной еще-то не возникала. Возникает метель, крылья, мгла, надвигающаяся бездна. В общем, театр иногда может быть очень неудобным. То есть, просто после него сразу надо бежать, есть курицу, ну, потому что просто кошмар. Но потом остается, вот если бы не это трудно, как вы говорите, работа над собой, наверное, у меня не осталось бы такого ощущения после. Саша, еще раз, а где это? Это в центре драматургии режиссуры на Беговой. Коллеги, кто-нибудь еще хочет? Да, вижу. Здравствуйте. У меня последнее такое впечатление, скорее негативное, от театра. Я очень давно была в театре Эцетера на постановке 451 градус по Фаренгейту. И на самом деле чего-то не хватило там. Я не знаю. То есть, было такое ощущение, что спектакль явно чего-то не достает. Наверное, скорее всего, огня, вот именно какого-то, там же огонь, как один из таких ярких моментов книги в самой, а вот в спектакле этого не было. И как-то это очень разочаровало после спектакля и вообще не захотелось сюда больше ходить. Спасибо. Но это не повод, чтобы не ходить, потому что... Нет, ну конкретно в этот театр. И не повод, чтобы в театр не ходить в этот, потому что спектакль на самом деле очень обладает странной природой, как я говорила, это такое эфемерное искусство. у меня есть восемь спектаклей. Каждый, когда я выпускала, я помню, что это было мучительное переживание, потому что актеры играют каждый раз по-разному. Когда я начинала делать «Зажгем огонь», я этого не знала. Мне казалось, что это как кино. Мы сейчас все отрепетируем, значит, они выйдут и будет хорошо. На второй раз оказалось настолько нехорошо, что я слегла и не разговаривала два дня вообще. Для меня это было невероятным шоком, что как же так? Первый был хороший, а второй плохой. Как это может быть все то же самое, но чего-то, как вы говорите, не хватает. Чего вам не хватает, подумала я актеру. Что происходит с вами? А потом они мне сказали словами Марка Захарова, который и учитель моих, труппы моих актеров, он говорит, театр – дело живое. И вот этот театр – дело живое я всегда себя утешаю, когда идет, когда спектакль пошел, что это явно не туда. Поэтому театр – дело живое. Кино там на пленку сняли, это все же. А вот театр, оно как-то либо так, либо плохо, либо хорошо. В общем, для этого нужно какое-то философское в себе. Поэтому вполне возможно, что если вы пойдете, ну, если вы видите два одинаковых спектакля в разное время, это всегда два разных спектакля. Здравствуйте. Я, к сожалению, не сначала присутствовала, но у меня вот, может быть, будет банальный такой вопрос. Очень много уже сказано и в кино, и в театре, и в поэзии. Мне просто интересно, как вот вы, как драматург, начинаете, ну, скажем, свой процесс. Вы ставите задачу от рефлексии уходить, чтобы вызвать какие-то там копания, да, до экзистенциального какого-то уровня. Или вы ставите задачу работу с какими-то интенсивными над эмоциями вызвать, там, поиграть, да, с зрителями. Или с каким-то, ну, вызыванием психологического напряжения, а потом, вот как мужчина там сказал, вызвать некий инсайт. Вот как вы начинаете свой вот этот творческий, так сказать, ну, творческая, творческую деятельность, вот работа над, там, не знаю, пьесой. Вы с чего начинаете? Или вы ждете какого-то напряжения своего эмоционального, или наоборот, от какого-то упадка силы и вызывания, ну, на основе какого-то голода, не знаю, эмоционального, какое-то переживание, или там, не знаю, от какой-то безысходности, ну, просто интересно ваше начало. Ну, уж не от безысходности, скорее от избытка энергии. Но тут два, тут есть развилка. Учу я писать, почему-то отталкиваюсь от одного, а сама, на самом деле, пишу, отталкиваюсь совсем от другого. Но, как я говорила в начале, что спектакли, что пьесы я не пишу в стол, а пишу их под проекты. Но если у меня есть компания своя, например, продюсер, режиссер и актер, и так мы создавали спектакль с Форца, это история про Миланский Кремль, 15 век, Ренессанс. Я подумала, когда придумывала эту историю, я познакомилась с историей карт Таро, они были сделаны в одной итальянской королевской, герцогской семье к помолвке о принцессе Бьянке. И тут возникла Бьянка, которая идет по коридору, 16-летняя принцесса. Карты Таро, значит, означали всю ее семью, они некие, как уже потом, эзотерические смыслы, они буквально означали папу, маму, значит, и с Форца, который враг. Вот враг немножко был похож, ну, как бы враг был наемник, огромная армия стояла под стенами Милана, Флоренция, Венеция, были республиками, в отличие от Милана, который был монархией. Я подумала, что это все очень похоже на нашу реальность. Поэтому, если вы увидите с Форца, спектакль с имя, то он одновременно и про ренессансную жизнь, про феодализм, про то, как новые ценности, гуманизм Леонардо да Винчи, человек меры всех вещей, анатомия, знания, приходит на смену феодальному, да, где человек всего лишь часть общины, часть страны, он никто, не личность, его могут в любой момент перемолоть исторические жернова. Но есть один момент, что спектакли создаются, исходя из, конечно, какого-то личного увлечения, потому что спектакли о Джимме Моррисоне, или вот сейчас я хочу сделать спектакли о вьетнамской войне интеллектуалах 68-го года, Калифорния, вот про Калифорнию, потому что про современную, ну, как бы, скорее всего, это тоже будет похоже на современную Россию, чем-то, да, но они решали похожие проблемы. У них была йога, бесконечная активность, митинги, Беркли, где-то далеко шла война, откуда возвращались инвалиды. Хорошая тема, плюс музыка, рок-музыка, то есть, понимаете, каждый все равно пишет, как он дышит, хоть пословица совершенно дурацкая, но тема вот так и возникает, а учеников, своих студентов, режиссеров и драматургов, я учу отталкиваться от темы. Если они хотят сделать что-либо современное про современную жизнь, то мы пишем список тем, что сегодня, что сегодня волнует людей, что сегодня есть такого, чего не было еще пять лет назад, если говорить про узко современную какую-то вещь. Можно пытаться найти героя, но вот поиск героя, это вообще во все времена в литературе очень сложная история. Есть разные технологии, чисто такие ремесленные, как начинать писать пьесу и как двигаться по ней, чтобы не стопориться. В любом случае, если кто-то захочет, у нас есть теми кружки, где мы вот пишем пьесы, и это такое не сакральное искусство, да, ремесло. Другое дело, что если вы не писатель, и вам это не нужно, то вы просто будете знать хотя бы как, где завязка, развязка, кульминация, еще такое побуждающее происшествие. Саша, мне ужасно любопытно, чисто технологический момент. Я помню, Набоков писал до 12, потом ловил бабочек, потом у него был какой-то строгий распорядок дня. А как вообще у вас? Еще раз не поняла, где писал, как писал. Как вы пишете? То есть вы садитесь в 8 утра или ждете вдохновения, а нужно ждать можно очень долго? Как выглядит процесс работы? Набоков писал по-разному. Когда ему было 25 лет, он писал лежа, не вставая, когда он еще курил. У него вся, значит, простыня была прорванная, в сигаретах, он слагал стихи с утра. К старости жизни, к старости, к концу жизни он писал, как известно, за конторкой, стоя, потому что сидеть уже ему было тяжело. Вот стоя он писал на карточках. Но тут у всех... А Гоголь писал коробочку, надев кокошник, женское платье, потому что он как актер, как бы, вот уж не помню, кто там зашел к нему, Белинский или кто, а Гоголь в кокошнике сидит и коробочка пришла к нему. Ну, потому что действительно, в принципе, писать это довольно, ну, умопомрачение некое. кто-то из... тоже вооружившись его, то ли Олеша, он говорил о том, что нужно сидеть за столом 12 часов в день. Вот неважно, что ты там делаешь, то есть будь ты, или сидишь ты, но как бы есть некие... Вот это как йога. Вот есть субхасан, ты в нее сел, и что-то в позвоночный столб. Ну, это, конечно, шутка, но в смысле нужно... Есть разные технологии, как заставить себя писать. Когда я была журналистом, мы за это писали на время. Нужно написать эту заметку за 20 минут. Ну, просто весь день занят, посвящен прокрастинации, да, то есть ты сидишь, смотри, чат, еще чего-то, еще чего-то. Но если ты ставишь себе 20 минут, мозг очень быстро срабатывает на то, что даже не дедлайн, а вот просто на время. Вдруг все те же мысли, которые ты никак не мог начать, утро было, все, дальше не идет. А если есть 20 минут, уже утро было и туманным, и дождливым, и еще каким-то, и очень много прилагательных, уже можно выбирать. Конечно, писательство — это не некие поиски вдохновения, абсолютно ужасная, сидячая работа, связанная с бесконечным помутнением рассудка. Поэтому все писатели пишут нормальные с утра, до обеда. Чехов всегда созывал очень много гостей, чтобы они в соседней комнате создавали иллюзию жизни, как будто бы я здесь не гнию, а там есть люди, я пойду в момент любой танцевать. Вообще тогда творчество было бы невозможным, потому что все равно все изобретают велосипед, и надо в этом направлении двигаться. Но если ты не смотришь, это как читать книги, ты не можешь быть писателем, будучи малообразованным человеком. К сожалению, это невозможно. Есть некие интеллектуальные нормы. Так и в театре. Если ты драматург и режиссер, ты не можешь не ходить. Есть, конечно, самобытные, невероятные самородки, но есть такое понятие насмотренность. Ты должен очень много смотреть, западного театра в том числе. Поэтому я хожу всю свою жизнь почти каждый день в театр. Это тяжело тоже. Вот с утра сидишь со сколиозом, потом вечером в театре сидишь. Вот что хорошего, да, спрашивается. Есть приятные моменты, потому что после спектаклей можно есть как-то вот короткий ночной миг богемной жизни. А потом снова утро, сколиоз, письменный стол, вечером контекст спектаклей. Что за жизнь, не знаю. А вы как узнаете, Лена, о премьерах или стоящих спектаклях, на которые стоит пойти? Кому вопрос? А, ко мне вопрос. Собственно говоря, когда я только начинала и очень хотела быть театральным журналистом, был период, когда я, конечно же, спрашивала, расскажите мне, что там, как там. Был период, когда я действительно каждый день ходила в театр. Но я знаю, что есть, например, театр Петрофоменко, есть театр Женовача, есть театр тот, есть театр тот. И у меня был период. Сегодня я хожу в этот театр. Потом и завтра я иду в этот. И послезавтра. И тогда дурение. Потом я переключалась. В какой-то момент я поняла, что это какой-то не очень хороший способ ориентирования. В театральной жизни у тебя появляются знакомые, ты уже примерно представляешь. На самом деле, мне кажется, в Москве, Саша может со мной поспорить, но не такой большой круг людей, около, наверное, 10-15 театров, куда стоит постоянно ходить и следить. Ну, не так много. Хотя около трех сотен театров в Москве, даже больше. Но ты уже представляешь, что, например, на премьеру в театр имени Вахтангова, Бег Бутусова, пойти надо. А вот в театр, я не знаю, сопричастность, наверное, можно им пожертвовать ради премьеры Бутусова. То есть, на самом деле, круг людей все-таки ограничен. Это не какое-то бесконечное море, в котором ты барахтаешься и тонешь. Со временем ты начинаешь ориентироваться. Есть, могу рассказать о том, что каждый, наверное, и Саша с этим сталкивается. Раза два-три в неделю непременно кто-то из твоих друзей тебе напишет с вопросом «Лена, привет! Хочу пойти в театр, куда пойти? Скажи мне, пожалуйста!» Я в таких случаях, мне очень страшно советовать, потому что я сейчас посоветую. Человек пойдет, потратит деньги, потратит время, потом встретит меня в темном переулке и скажет «Какого черта? Ты вообще куда меня отправила?» Я решаю вопрос следующим образом. Я узнаю, что за человек, какие пожелания, что он хочет. Он идет с мамой в театр, которая приехала из провинции и хочет московского театра посмотреть, классического, или он идет с девушкой и хочет потом как-то провести приятного вечера, или ему хочется поразмышлять, или хочется расслабиться. В зависимости от этого у меня есть какой-то набор вариантов, куда разных людей можно отправить. Я правильно понимаю, что у обычных, простых людей, у которых, например, нет проводников из мира театра, как у вас, как вы для кого-то являетесь, да, кем-то? Собственно, альтернативного такого навигатора по достойным премьерам не существует на сегодняшний день. Ну, смотрите, есть Яндекс.Афиша. Когда ты открываешь Яндекс.Афишу, ты просто видишь название театра, название спектакля, режиссер, и если ты далек от мира театра, то, наверное, тебе тяжеловато сориентироваться, для тебя эти имена ничего не говорят. Есть журнал Афиша, где есть рецензии, да, есть проект театра, есть журнал Театрал. На самом деле, для человека, который хочет найти информацию, для него не составит труда, мне кажется, найти отзывы о спектакле, найти рецензию, найти критику, если ему это интересно. Ну, просто зачастую у многих не хватает времени или желания, или когда он открывает вот такую вот рецензию, он ее тут же закрывает и говорит, ладно, я пойду в кино схожу. И вот, если честно, я как-то, наверное, цель своей работы вижу в том, чтобы людям как-то эту информацию предоставлять. Может быть, Саша расскажет, как она решает этот вопрос. Если друзья звонят и говорят, Саша, куда пойти? Ну, есть действительно десяток, там, 10-15 театров, которые, ну, вообще принятые лидеры, но я вспоминаю, когда ты ездишь на международные фестивали, например, «Одинбургский фринж», где идет одновременно в течение двух недель две тысячи спектаклей, как ты ориентируешься, то есть ты просматриваешь анонсы и понимаешь, ну, как бы, на что ты хочешь пойти, на что нет. Это как с книгой ты открываешь и несколько страниц себе дают понять. Но есть просто, ну, как бы, надо вот себе там топ этот составить один раз и понять, что там есть такие-таки театры в Москве, которые отвечают за, есть за традицию, есть за современную драму, что я хочу посмотреть. Ну, это, ну, не знаю. С кинотеатрами, конечно, совсем не так, но стоит потратить на этот вечер жизни, чтобы потом ходить по такому собственному навигатору, мне кажется. Я сейчас дам такой, наверное, нелогичный и неправильный совет, но иногда я им пользуюсь. Иногда существует такая вещь, как интуиция, чуть-е не знаю, потому что буквально день назад я выбирала между спектаклем Юрия Бутусова и спектаклем Пермского театра «Восемь женщин» и пошла на Пермский спектакль и совершенно не была разочарована, потому что Юрия Бутусова в конце концов я могу поехать в Петербург и посмотреть, а Пермский театр все-таки ехать дальше и мне кажется стоит давать шанс каким-то вещам, которые, возможно, проигрывают чему-то более авторитетному. Это может вас удивить, как минимум. Отлично, спасибо. Приятно, что мы закончили именно советами. Давайте поблагодарим наших прекрасных гостей Лену, Сашу. Спасибо, девушки, это было очень увлекательно. Это было очень увлекательно и интересно.